Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава послания к евреям Библейский портал экзегет Я, Андрей Десницкий, читаю свой перевод и его немножко комментирую Седьмая глава посвящена одной теме Вообще, послание к евреям мы его сравнивали с восточным ковром Когда множество тем сплетаются, переплетаются Вот здесь начинается, прерывается, но тут вспоминается Здесь снова к ней возврат А вот седьмая глава, это центральная, наверное, глава во всем послании Она посвящена только одной теме Иисус первосвященник по чину Мелхаседека Что это такое? Он упомянул об этом в конце шестой главы снова И в седьмой наш автор будет это рассказывать подробно Начинается все с рассказа из четырнадцатой главы книги Бытия Авраам, прародитель еврейского народа, ну и отец всех верующих В какой-то момент встречается с Мелхаседеком Как это прозвучало Итак, когда Мелхаседек, царь Салима Некий город, его иногда отождествляется Иерусалимом, но точно мы этого не знаем Еще до Иерусалима, вот времен Давида и Соломона, конечно Итак, когда Мелхаседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего Царь и священник, что вообще в Ветхом Завете не встречается, кроме этого единственного случая Встретил Авраама, возвращавшегося после победы над царями, то благословил его Причем Авраам уделил ему десятину от всей добычи Имя Мелхаседек переводится как царь правды, это верно А титул царь Салима значит царь мира Салим, ну слово шалом по-еврейски, оно действительно похоже на слово мир и название этого города Нет у него ни отца, ни матери, ни родословия, нет ни начала его дней, ни завершения жизни Просто ничего не сказано Упомянута одна, это единственная встреча, откуда он взялся, кто он был, ничего не ясно И из этого автор делает вывод, что у него вообще ничего этого нет, что он такой вот неотмирный персонаж Может быть, нам покажется эта логика натянутая, но Мелхаседек ведь его интересует не сам по себе, а интересует как прообраз Христа И этим он подобен Сыну Божьему и неизменно остается священником Поскольку больше ничего о нем не сказано, то именно как священник он здесь и понимается Посмотрите, сколь велик был тот, кому уделил десятину от всей добычи прародитель наш Авраам Прародитель еврейского народа и всех верующих Потомкам Левия, которые служат священниками Я напомню, что священники и левиты были только из колена Левия Левия – это сын Авраама, его потомки, соответственно, священники и левиты Потомкам Левия, которые служат священниками, было законом заповедано собирать десятину с народа То есть со своих собратьев, а ведь все они вышли из чресла Авраама Ну, то есть он их прародитель И вдруг тот, кто не принадлежал к их роду, взял десятину с Авраама и благословил его Того, кому дал обетование Бог Нет сомнений, что благословение получает младший от старшего Ну вот, представьте себе, что, допустим, патриарх получает от кого-то благословение Кто-то благословляет патриарха Кто же это такой? Это кто-то, кто его намного выше И вот здесь Авраам патриарх еврейского народа И праотец всех израильтян получает от кого-то благословение Значит, этот кто-то намного выше Более того, дает ему десятину Это обычное соотношение Вот, допустим, приходит человек в храм, приносит свою десятину, получает благословение Но он меньше храма Он ниже того первосвященника, который дает ему это благословение Так вот, Авраам, самый-самый высокий, вдруг оказывается ниже Мелхиседека И об этом Мелхиседеке мы ничего не знаем Кто же он такой? И вот в одном случае десятину берут люди, подверженные смерти А в другом Мелхиседек И есть о нем свидетельство, что он жив Какое свидетельство? Вообще ничего не сказано о том, что он умер Как и не сказано, где и когда он родился И это понимается так автором послания Что он действительно выше всего Что он вот некий такой вот даже, может быть, и не совсем человек Вот кто-то такой, кто превосходит Авраама Кто превосходит, собственно, всех и кто еще жив Как прообраз Христа Как, конечно, не явление Христа до его Рождества Но что-то такое, что показывает, оказывается, возможно Превзойти рамки ветхозаветного священства Еще до того, как оно даже началось Собственно говоря, в Аврааме десятину дал и Ливий Тот, кто теперь сам получает десятину Ведь он уже был в чреслах отца Как до того встретил Мелхиседек Но это такое немножко наивное физиологическое представление Что нерожденные дети, они находятся внутри чресла отца То есть, что они оттуда потом выходят Ну и что Ливий вот там и был в момент отдания этой десятины Если бы к совершенству приводило ливицкое священство Ведь народ именно из его рук принял закон Имеется в виду вот то, которое в храме Разве нужно было бы появляться другому священнику По чину Мелхиседека Вот оно, по чину Мелхиседека То есть, Христос первосвященник в другом смысле Чем храмовое первосвященство и выше Тогда он бы мог называться священником по чину Ливия Но если переменилось священство То и закон неизбежно должен перемениться Значит, вот ветхозаветный закон Со своим священством совсем И вдруг у нас появляется что-то новое Значит, и закон другой Значит, эта система уже сюда не относится Она утратила как-то свою окончательную значимость Тот, о ком это было сказано Принадлежал не к колену Ливия, а к иному Никто из него не приближался к жертвеннику Имеется в виду колено Иуды Откуда Иисус и, соответственно, священников там не было Перемена закона, видная из того, что наш Господь Произошел из колена Иуды А Моисей ничего не говорил о священниках из этого колена Вот Моисеев закон Еще яснее это доказывает появление другого священника Подобного Милхоседеку Он стал им не по закону, предписывающему смотреть на плотское происхождение По Моисееву закону левитой священники только потомки Ливии А силой неодолимой жизни Вот жизнь так устроила Раньше говорилось, что это избрание Божье Но силой неодолимой жизни То есть вот так оно вышло Вот так оно сложилось Вот жизнь так решила Удивительные слова, кажется Избрание Божье И жизнь, которая сама по себе как бы это делает Это в общем-то одно и то же Как и было засвидетельствовано Ты священник вовек По чину Милхоседека Прежняя заповедь была отменена Как утратившая силу и пользу То есть ветхозаветное священство Закон ничего не довел до совершенства И дана была нам лучшая надежда Которая позволяет приблизиться к Богу Вот основная мысль То есть ветхозаветное священство и служение Завершены по своей сути И появилось нечто новое И тут не обошлось без клятвы Я напомню, что Бог клялся Аврааму Ну, значит, для того, чтобы дать некое новое Обещание, тоже нужна клятва Потому что нельзя чем-то меньшим заменить больше И тут не обошлось без клятвы Прежде люди становились священниками без нее А он во исполнение клятвы Как ему и было сказано Поклялся Господь и не раздумает Ты священник вовек То есть потомки первосвященника Аарона Получали это первосвященство В силу происхождения только А здесь Иисус получает это священство Потому что его с клятвой выбирает Господь Насколько же больше завет Который был заключен при посредничестве Иисуса Прежде священниками становились многие Потому что смерть не позволяла Никому остаться священником навсегда Понятно, они меняются Умирает один, становится другой А он пребывает вовеки Обладая неприходящим священством И он может неизменно спасать тех Кто приходит через него к Богу Он вечно живой заступник за них Это навсегда Такой и нужен нам первосвященник Чистый, непричастный злу и грязи Отделенный от грешников И поднявшийся превыше небес Нет у него нужды, как у прежних первосвященников Ежедневно приносить жертвы Сначала за собственные грехи Затем за грехи народа Он сделал это единожды Принося в жертву себя самого Ну вот разница между ветхозаветным служением И новозаветной верой в то, что Жертва принесена и храмовая жертва Уже больше не имеет необходимости и силы Закон ставит первосвященниками людей с их немощами А клятвенное слово Божие, данное уже после закона Навеки поставило первосвященникам совершенного сына Но отсюда вывод, что Собственно храмовое богослужение в Иерусалиме Утратило свой смысл, утратило свою силу И у нас есть лучшая жертва У нас есть лучшее служение Более подробно об этом будет сказано в восьмой главе Более подробно об этом будет сказано в восьмой главе Более подробно об этом будет сказано в восьмой главе